Грибы, знаешь, как говорят, хорош спасать вообще кого-то. Должен просто кайфовать и зарабатывать деньги на любые недели. Ты это прожил. Как только грибочки закончились через 2 недели, а травмы-то не убирали. Вы думаете, что с вами говорят грибы, а с вами говорят большие психотравмы. Идите на нас, я буду дальше заниматься гипнотерапией, девок проработать, сжать не будет. Ты, когда остался без бизнеса, без денег, да, то есть находился там в витком-трейсе, там таксистом собирался работать и все тому подобное, ты начал использовать грибы, да. Практикуя с людьми, вот те результаты, о которых вы рассказываете, я постоянно к этим результатам людей привожу просто гипнотерапией. Для меня, то есть вообще, в принципе, странно было, когда я с тобой познакомился, когда ты пришел ко мне на обучение, для меня было немножко странно, то есть для чего вы едите грибы. Вот в этих вот моментах в развитии, как тебе помогают грибы, что они делали? Они дают ощущение проработанности. Ну, конечно, они на 100% проработаны, но если тебе, например, проработка одна убирает, там, допустим, 5% твоих психотрамп, то гриб сразу же микродозинг тебе делает 70% проработанности. То есть уходят страхи, блоки, ты на 70% проработанность. Это очень круто, что ты, блин, там без страха. Я, например, вот начал микродозинг, у меня сразу слетели все мои медитации, психотерапии. Я просто вот в тишину ума поймал. И, конечно, это такая иллюзия проработанности, она возникает, это очень круто. И как вот на каком-то этапе, там, например, если ты начинаешь там развитие какое-то, это классно получать этот эффект. 70% проработанности. Как допинг получается, да? Да, как допинг. Ну, я вот так правильно понимаю, что это как временный допинг? Ну, людям можно сидеть, наверное, и годами на этой теме, может быть, можно. Но это временный эффект, потому что через 10 часов балл заканчивается, и Золушка из царевны превращается обратно, карета в тыкву. И ты, и страхи твои 18.00, ты опять начинаешь всего бояться, все психотравмы вернулись. И нужно опять, если ты забыл принять грипп 18 часов, то невыраженные эмоции, они могут у тебя волной, лавиной скинуть, и может там психануть, накричать. То есть, все невыраженное за весь день, оно может скинуться. Это такие минусы, не гордость. Ну, да, это допинг такой, ну, еще и лечебный, к тому же. Но с точки зрения психотерапии, это классный допинг. Меня было вообще удивление, я вот смотрел в Ашне, там, мне же многое пришло ко мне в один период времени, у меня там Саша, да, ты слышал, ты грибы, а там, ты не хочешь ли по микродозе, или не хочешь припануть, у меня смогут припануть. Ну, немножко вообще не с теми трипами связанными. С другими совершенно. Ну, учитывая мой опыт, да, наркотическая жизнь, да, которая в прошлом осталась. Вот, поэтому сначала все это меня отторгало, вот. Но потом, потом же, помнишь, я тебе звонил, когда я был под микродозом, и в целом я увидел все то же самое, да, то есть, я увидел, что я намного раскрепощеннее, я себя веду, я увидел, что мне легче, там, какие-то процессы даются, то есть, у меня там нету никаких, там, эмоциональных качелей. В целом было прикольно, но как только грипп ушел, все закончилось. Да? Вот, то есть, вот, самое важное, да, вот, как я хотел, то есть, ты одинаково, да, смотришь со мной, что вот грипп, он убирает симптом, ну, то есть, страх, симптом, стыд, симптом. Микродозинка убирает симптом. Да, там, чувство вины, да, тоже, там, симптом, то есть, есть более глубокие причины, он просто снимает симптомы, ты их не чувствуешь, заканчивается, да. Вот, просто многие, там, используют термины, что вот грипп прорабатывает, грипп лечит и все тому подобное, да. Вот, мне бы хотелось, чтобы ты вот об этом еще рассказал, да, как тип лечит, как это происходит, то есть, вот, про микродозинг все понятно, да, то есть, микродозинг – это снятие симптом. Вот, трип, что это такое? В трипе, в трипе там может быть просто та же самая регрессия, которую мы делаем в проработках. Иногда в трипах, не всегда, но иногда люди проживают эти регрессии, там, может быть, 5-10% трипов, так не бывает. У меня, на самом деле, лично, у меня не было таких трипов. Ну, это просто видел у людей, да? Да, ну, у меня там, я уже прорабатывался много, видимо, много прорабатывал, но люди, многие мне, подписчики, ленты говорили, что они переживали вот рождение, например, в детство какое-то ныряли, то есть, там, как бы, у них такая регрессия на грибах, ты просто перепроживаешь по-новому эти события, то есть, и вот сам факт перепроживания он как-то снимает. Слышал историю, кстати, от нашей общей знакомой. Она, когда тряповала на шампиньонах, она погрузилась в ситуацию, которая ее очень сильно беспокоила. И там, вот, у нее было не регресс, а у нее было полное погружение в эту ситуацию, полное ее перепроживание, и все закончилось тем, что она выдохнула, пошла, и как бы, ну, я у себя в терапии называю это пройти тысячу кругов ада, то есть, есть люди, есть люди, у которых возникают какие-то эмоциональные проблемы, и, допустим, я вот прям пример сейчас приведу, мне рассказывали этот пример. Значит, женщину одну насиловали постоянно, помнишь, там, в 90-е вообще девчонок насиловали, это распространенная такая прям история была. Значит, была женщина, которую насиловали периодически, это происходило с ней несколько десятков раз, представляешь? Ну, вот такая вот она величая оказалась. Она это все очень тяжело перепроживала, очень тяжело, каждый раз для нее был очень болезненный и все тому подобное. Значит, когда был последний раз, она говорит, я иду по улице, опять я понимаю, что никого вокруг нету, вижу, что останавливается машина, опять вылазит несколько мальчиков, говорит. У меня такая, ну, ладно, что ж, развлечемся, ребятки. Правда, говорит, до дома не довезли. А в целом, говорит, неплохо время провели, даже было весело и интересно. Это после проработки? Не после проработки, нет, то есть она, нет, 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 я же говорю, это 90-е были, там вообще нельзя... То есть, смысл... А как она поменялась? Смысл в чем? Ну, то есть, она долго была в проблеме, долго-долго-долго-долго. Она научилась получать удовольствие? Она не научилась получать удовольствие, она просто приняла проблему, типа, ну, вот так тому и быть. То есть, бывает такое, что когда человек много перепроживает вот этих вот болезненных состояний, то в один прекрасный период, проработка тысяча кругов ада, принял и прошел. И вот то, что мне рассказывали в трипе, да, у Ольги случилось, это было похоже на это. То есть, у нее это переживание, так знаешь, оно было всегда, она говорит, я когда начала в него погружаться, я поняла то, что я везде так себя чувствую, постоянно, вот, но не так сильно, то есть, ее там, чуть ли, знаешь, там не порвало от этого чувства. Вот она его там, ну, то есть, она приняла это переживание очень сильное, вот, и все, и оно закончилось, с тех пор он больше не будет. Ну, смотри, вот есть такие техники похожие, вот то, что ты сейчас говоришь. Вот у саентологов есть, саентология есть такая, как бы, организация, они там, у них там есть процедура, родитель называют, и они, как психотравму прорабатывают, они, вот, когда была у тебя авария, и они погружают там 10, 20, 30 сеансов делают, ты перепроживаешь. Вот, да, я даже не слышал, что есть такие методы. Да, да, есть методия, но она такая, то есть, люди тоже регрессируются, они просто перепроживают, перепроживают там десятки раз, вот, допустим, мы психотравму за раз прорабатываем, они там за 20 раз, за 10 раз, пока человек уже не надоест, вот как-то женщина произошла. У грибов, короче, там такая тема, ты настолько сильно погружаешься в эту эмоцию, настолько сильно, ярко перепроживаешь, что там не надо делать 20 раз. Ты один раз перепрожил, вот, вот, я же про то же, да, то есть, то, что она описала, сильное погружение, да, то, что она описала, то, что было прям очень сильное погружение. Они усиливают, вот эти, они чувствуют, они, короче, там, грибы, короче, они могут усиливать там депрессию там в сотни раз, там, и вот эти состояния очень сильно перепроживаешь. Короче, ты прожил вот этот негатив, ну, можно так, если взять шизотерически, как бы, ты, ну, как бы, возьмем теорию кармы, да, в карме что самое главное за грехи ты должен короче ответить пострадание и они тебя погружает и сильно страдаешь если ты в обычной жизни там блоки принесены пострадать потом прям очень сильно пострадать и вот проживая вот эти вот чувства как бы человек отпускает есть такая вот это тоже регрессия то есть регрессия как возвращение в прошлое проживание но честь не может чувствовать здесь и сейчас прийти то есть вот историю по которым я сказал ольга она была с ней прямо в моменте то есть она ну она просто подумала там провела параллель между там этими ситуациями находилась она в моменте здесь и сейчас вот это знаешь еще на что похоже мне кажется бывает вот такое когда чем-то боишься что-то начать делать да и у делаешь такой душ юг и там же очень чувство что не было вообще все прекрасно да и вот наверное вот этот процесс на что-то такое подобное похож да то есть человек сильно переживает и его осознанная часть понимает что тут на самом деле безопасно все нормально ничего там страшно не проведем от бессознательное получается но же как бы нас защищает от тех ситуаций но когда она постоянно входит видимо она как-то начинает понимать что в принципе опасности нет и отпускает когда это да вот это вот на это похож на связь да но опять-таки на самом деле если говорить по эффективности мне кажется что всего сравнивать то что ты говорил да там 20 раз там перри проживи там или 10 раз ну зачем когда мы можем там эту ситуацию решить там за один за два сеанса ну понимаешь как если ты сделаешь за один сеанс ты возьмешь человек один раз деньги а если ты делаешь 20 раз и из 10 психотравм можно превратить 200 психо это больше денег это выгодно эффективность она не выгодно понимаешь если ты лечишь человека быстро это вот как анекдот про психолога даже не помню еще рассказывал про юриста про юриста еще про психолога если папа я вылечил того психолога который лечил конфет всю жизнь молодец теперь у нас нет денег а он тебя обучил квартиру нам купил теперь у нас нет такого клиента ну да поэтому уж там то есть технологии же разные бывать они направлены на вы излечения или на заработок также вот медицины наш симптомы убирают медицина ничего не ну да еще знаешь я ну как бы я очень много обращал внимание на штуке как люди оценивать свои результаты есть большинство людей не получая результатов думать что них получили то есть я вот спустя время тоже после моих кризисов всех в один прекрасней то есть у меня там было там 400 проработок даже больше да я там кучу всяких тренингов семинаров там кучу всяких практик под перепробовал попеределал комедитировал и так далее да и потом не случился честный разговор самим собой все-таки думал блин у меня по факту больше результаты вот деньги мне как тяжело давали пока даются семье как был полный пиздец как он остался с близкими с друзьями отношения разрушены отношения зависимые да там с окружающими людьми все тому подобное как бы она никуда не делась я якобы короче стал смотреть на эту по-другому где-то я научился благодарить за то вообще за что не надо благодарить да и вот вот такая вот определенные люди или знаешь еще какие штуки были то есть вот ситуацию мы проработали там в не например было несколько эмоций вот мы какую-то одну самую жесткую взяли мы ее убрали все остальное осталось в целом тот же пиздец происходит что происходил но он происходит все равно то есть он никуда не девается вот поэтому ты наверно очень интересная тема я думаю если кому-то будет интересно мы можем прям раскрыть да вот что действительно есть результат как можно отследить как можно его цифровать как понять что ты получил результат может быть тебе стоит там поменять там кого-то терапевта там практику которую ты выполнишь ну и все тому подобное да было бы это неинтересно на твои вот в грибах да грибы но я понимаю что ты грибам относишься как неким процессом ты не веришь то что это какие-то духи там за этим стоят но тем не менее да в грибах если этого на твоем языке говорить в грибах произне происходит прям четкое осознание что результаты должны измеряться в конкретных цифрах конкретных действий то есть не в ощущениях вот у меня грибы как ты должен делать какие-то конкретные действия то есть забывая про все религии короче забывай про всю философию и не имеют и должен то есть они говорят ты сейчас вот потряхуешь иди пиши ролики иди делай проработки то есть они то есть есть какие-то изменить то есть мы должны измерять результаты не в процессе в голове как многие это делают до проработки например да там я проработку блин сделал я понял что вот надо так относиться у меня такой инсайд это вот иллюзия когда у тебя в голове а результат должен быть конкретно поняла сделал даже произошло а реакция другая даже не даже не то ли не сколько действия сколько эффективное действие ты должен посмотреть сколько ты стал больше денег зарабатывать какие у тебя отношения измерять отношения можно все же можно померить то есть можно результат психотерапии вот гипнотерапии грибов нужно измерять именно в материальном мире вот я помню у меня был такой один и три привелигиозным еще за 3 4 я сожрал тоже грибов шампиньонок и мне начали накидывать историю короче кто ты блин пошел не тем путем гипноз это короче сатанинская теория сатана грибы это дьяволы до демон иди скорее блять молись блять в церковь его я прям такой страх ощутил короче надо к батюшке идти завтра для крест нацепить и меня такой лютый стран я я потом просто в трипи в самого начал думать подожди дать а как мне понять где правда белос я начал я тогда начал будут просто бы не охуять конечно я думаю так мне нужно понять какой-то измеримый результат я начал думать так долго гипнотерапии грибов денег у меня было мало сейчас больше счастье стало было мало сейчас больше и когда я начал акцентировать не на вот эту осознанность я встретился с боком а измерять вот конкретные свои показатели сразу сказала типа демона там были ли мои сомнения блять ребят деньги есть для счастья есть настроение хорошее облить живу в каком-то качестве идите вы нас дальше заниматься гипнотерапией мне вот иногда знаешь вот тысячи 100 рассказал и я же много слушаю сейчас история там про грибы и про то что с людьми происходит мне сейчас почему-то кажется иногда вы думаете что с вами говорят грибы а как им говорят ваши травмы вот и вот по сути эта история была как раз про то что с тобой разговаривать с тобой разговаривать вы и страхи и не будет там вот там теперь вопрос а как определить здесь чтобы грибы говорят а где психотравма но по ощущениям если идет и психотравма то там как мы знаем на мужа психотравму там и в эпицентр негатива там этот негатив херачи там тебе помогают тебе помогают получается сами знания гипнотерапии да там разобраться что конкретно происходит без гипнотерапии и вообще там там невозможно забраться что ты будешь или ты пользуешься опытом как работает подсознание до практически в своих клиентов либо ты пользуешься какими-то иллюзиями теориями религиозными системе которые ты прочитал в прошлом ну да то есть ты получается ешь гриб попадаешь в эмоциональное состояние психотравму куда психотравму попадаешь и там все убеждения которые насыпались на эту психотравму будут работать соответственно если приходишь ты обучаешься у тебя появляется новое убеждение ты там можешь сориентироваться прикольно еще знаешь какой вопрос у меня был вот мы обсудили что ты можешь погрузиться психотравму да ты говорил то что у тебя вообще такого не было но у людей там бывает это некое количество раз да то есть вот хорошо гриб проработал психотравму что еще какие результаты может дать гриб вот именно титул мы работаем у меня есть четкая модель да например человек приходит говорит запрос я этот запрос расписал мы составили план стратегию да с чем мы конкретно будем работать и соответственно пошли пошли погнали а 3 это же такая штука когда ты в запросами заходите в 3 или каждый три план какой-то новый я больше видишь вот я больше мне нравится именно стратегическая история до стратегической работы где я точно знаю что я сделал это получится результат вот это вот три по получается что каждый особенный да то есть не бывает репут я помню то что говорил что трипы не бывают одинаковыми что они вот всегда раз каждый тип раз да вот вот получается что с конкретным запросам нельзя зайти получается что как гриб выбирает или трип выбирает что конкретно сегодня произведет во первых запроса можно заходить я заходил как запросам и решал эти вопросы свои запросы закрывал нам без запросов ну по моей практике запросам очень то есть ты уже ориентируешь свое подсознание да если мы берем теорию что то есть подсознание подсознание заходит гриб и очень часто вот то что ты посмотрел до какая ситуация произошла вот ты в эту ситуацию погружаешь запрос ну на мой взгляд это можешь рассказать какую-нибудь самую интересную историю с запросом которым ты зашел и решением его как это уже нет ну я смотри какие запросы делаю мне такая практика я просто перри трипом пишу все на листочке прям съел грибов и когда грибов я уже выключил я пишу те проблемы которые не беспокоят вопросов но у меня по бизнесу там как мне двигаться сколько поднимать не конкретные четкие когда мне поднимать цену ехать или мне туда двигаться ли мне выбрать в этот путь и оставлю эти запросы просто и ухожу 3 до часто очень не приходят мне в эти ситуации ответы но после трипа выходя у меня возникает понимание четко эти вопросы решены я уже четко знаю то есть как-то произошли какие-то бессознательные процессы или изменились настройки я вот например сначала писал 12 вопросов и там прошел 10 трипов и у меня не осталось вопроса я захожу уже потом 3 и меня такая запись я не знаю что писать и мнение вопросов я все понимаю я все знаю я захожу трип для того чтобы понять нужно ли мне еще эти трип может быть мне не нужно просто я все понимают все свои неопределенности решил вот за те например 10 типов я захожу 3 и меня уже начинают давать то что я вообще даже не предположил например нам обучают работы с частями работая с психотравлами то есть да и уже там ну вот это уже мы говорим обучая обучающей части в типах есть две части терапевтическая это проработка психотравм вторая часть обучающие они там совместно как бы идут беспорядочном порядке они начинают уже обучают кстати когда запроса нет они могут что-то дать какой-то знаменем рактуально то есть вот смотри даже на сейчас вот у меня получается во первых мы можем в терапию во вторых в обучение попасть она по себе терапия не факт что произойдет регресс не регресс там короче знаешь как происходит вот например страхи да у меня например был страх да что я трепую меня обнаружат трепущего как наркомана отвезут куда-нибудь покажет по телевизору блять скажут гипнотерапевт для девайса известность александр степанов нажрался грибов сумасшедшим бегал короче по городу голым блять там я блять реально бегал там кто-то и на гриппе придут блять короче спецназ вот они уже залетают и ты вот пил они тебя вот в этот твой страх так сильно погружает ты его блять перепроживаешь на и тебя все страхи тебе кинули что ты обосрался обоссался голый бегал по городу тебя за все увидели и ты это прожил и ты потом вышел из этого и ничего не этого не боишься обосраны обосраны идешь и уже ничего не просто нет уже то есть они не дали перепрожить то что я боюсь это такая жесткое погружение вот то что мы говорили вот она привык приняла это подсознание приняла это что да это нормально это уже случилось вот так они лечат я даже знаешь пока рассказывал для тех кто не в курсе что я экспертом по работе подсознанием стал после того как окунулся наркотическую зависимость я употреблял соли и вот когда-то описывал вот этот свой это паническая так на самом деле это паническая атака да а вот и из очень жестко да очень жестко у меня были такие панические атаки что у меня были визуалы и я видел например в глазке что там стоит толпой спецназ или мне начинала к я прям видел как веревки вот так вот раскручиваются за окном я там начинал что-то бегать прятки подобное вот но так паническая така 2 3 5 10 20 да и то есть она каждый раз становилась сильнее под один раз либо 11 раз она проходит или больше не подкачивает но вот идет единственное смотри в целом да хорошо я с тобой соглашусь что это работает что это как-то прорабатывает единственное что что это все рандомно то что нет никакой системы нет вот нету системы все рандомные поэтому все равно вот поэтому ты ко мне приходишь на гипнотерапию грибы у грибов смотри вот чем до плюс гипнотерапии что мы можем например да по твоей системе сделать диагностику и сносить страхи контролируем и управляем и контролем грибы но им не нужна твоя диагностика не сами как-то сканирует что самое актуальное и убирают или вот момент то есть теория такая что не лучше знаешь поэтому люди получают часто такие результаты например или психотравму никому жизнь разрушил работу бросили гипнотерапии мы этого не допускаем потому что как мы убираем блоки сначала сначала убираем блоки которые блокируют а потом убираем там то что мотивирует тебя вот эти строки поэтому вот часто люди трепой на грибах получают очень непредсказуемые результаты но на гипнотерапия она конечно намного этого мягче она комфортнее она понятная она структурная да тут конечно вопросов нет но не любая только моя ибо пока что не туда ни у кого для диагностик да не стратегического урагу ранирования скоро будет твоя диагностика везде уже да я очень надеюсь ты знаешь у меня был такой очень интересный период мне сначала очень хотелось то есть у меня вот эта боль была то что я обращался бы на тысячи дверей встречался чтобы мне помогли хоть у меня были очень сильные проблемы с наркотиками но я очень сильно хотел оттуда выбраться и у меня было очень важное условие не хотел выбираться так как оттуда выбирается стране статистический человек который просто ушел в завязку он постоянно себя во всем ограничивает он ходит там по каким-то не наркоманам вот и по сути вот эти вот трезвые нарки они у них вы жизни поменялось только одно весь пиздец остался наркотиков только нет я понимал точно то что я так не хочу и когда я уже разработал диагностику мне очень хотелось поделиться ей со всем миром одну типа просто прийти и сказать там например там всем вообще терапевтам смотрите ребята вот это вот это вот это но потом участвую желание исполнять мир уже узнает сейчас же поменялось все то есть ну я же из боли действовал понимаешь и сейчас мне нравится на этом уже делиться не так вот делиться на не хочется даже мы говорим о диагностике не чтобы поделиться миром просто до заработки ну да потому что есть конкретное преимущество да сейчас она значит сейчас и грибным языком общение либо знаешь как говорят хорош спасать вообще кого-то забудь про людей для не про спасения нет должен просто кайфовать и зарабатывать деньги на любимой деле должен зарабатывать деньги мы уже вложили тебя функцию такую что ты будешь пользу приносить но не ради пользы а ради кайфа вот вот ты сейчас так и просто кайфуй максимально во мне грибов нету но эта теория грибная там гребен но самое что прикольно то что ты мне говоришь это и моя теория я живет даже преподаю я приводил это понял да я просто понял это без грибов да и все понимают кому-то да а кто-то слушай ну и тут еще даже спорный момент есть есть такие люди которые под грибами начинают это не грибная теория это адекватность они они готовят на грибах ты не взять что адекватность поймают многие люди с ума сходят на гриб на утешке про что я говорю что это минуте полный это это наверное твои проработки вместе с грибами говоря скорее всего так будет получается что но грибы мне это тоже говорили там накидывали там четкие действия у меня то видишь садрю у меня схема построена то есть я там но есть определенный там скрипт работы со спасателями я очень хорошо понимаю эту тему я же начинала практиковать именно с наркоманами наркоманами их женщинами их спасателями да то есть я прям полностью что там разложил с чем конкретно что надо работать конечно мне это все процессы понятны но опять таки без без грибов вот поэтому посмотри вот еще там так вот если тему грибов мы верем да очень интересно что ты можешь эти штуки доставать оттуда а я отсюда там смотри там в грибах очень важно знаешь что вот если например мы погружаемся в регрессию до с тобой ты видишь ведешь меня ты являешься моим проводником вот в этом рик ты три пи это три по сути то есть я путешествую свое под подсознание это три путешествие когда и ты делаешь мы делаем то через индукцию когда на грибах там грибы тебя погружают уже знаешь как там не просто с уровня сознания просто туда кидаем если в этот момент нету проводника с тобой у для голоса я слышу а когда я погружаюсь в регрессию там нет никого допустим если без праздника идут и я сам пытаюсь решить эти проблемы и их можно там не решить и очень важно порой бы был проводник как гипнотерапевт который тебе сказал право не последним 35 гипнотерапии тоже не кончу не сделаешь можно иногда точечно я даже знаю то что люди продают а вот эти вот самопроработки но они там типа у них там коэффициент полезного действия не более пяти процентов ну вот у тебя получится все остальное нифига не получится и потому что даже в гипнотерапии несмотря я пробовал вставляю за я все свои скрипты знаю наизусть я их там сижу рассказывал вот этом сейчас до обучение у меня идет я дал скрипт вот я его даже не открывая просто рассказываю что там по пунктам что зачем как и почему да то есть я его полностью на ныне все процессы зная наизусть я погружаюсь и все равно ничего не получается то есть не частично что-то получается намного даже можно потеряться на моменте на резьбе получится 3 по если ты сам заходишь в эту регрессию если у тебя такой как у тебя ум такой развиты понимаете да у меня также получать то я могу многие вопросы закрыть но если человек со стороны это будет гораздо эффективнее но это опять должен быть опытный вот я в последний взводил я не мог выпить выйти из петли я петлял петлял и вот проводник момент просто сказал что сделать хотя я там находясь там не прямо находясь петли и проживает я вне петлял там три часа я не огур я не знаю скажите мне что делать мне по четкая рекомендация была она которая не хотел сначала соблюдать потом меня убедили это сделать я это сделал я получил результат я вышел за петли там еще петли целом не все ясно а буду дальше не если вы буду дальше не есть грибы да хорошо это хорошо что-то не нравится с тобой сотрудничать ты не где-то сторонний наблюдатель за этим процессом да потому что на грибах можно ебануться а тебе это крайне невыгодно чтобы потому что если я ебанусь ты меня вытащишь на если а если мы его не будет нас вытаскивать я кстати один раз я кстати один раз хорошего три полного был хороший 3 была просто интеграция не правильно и я результаты этих клипов потерял мне стало хуже не пойти проект мне а то есть не грибной интегратор меня проинтегрировал я потерял вообще все заслуги которые получил клипы если говорить грибным языком там была подселена божественная сущность которая там создал чат и эти все там прям через меня кто-то работал и вот это все я просто прогибал обратились не до интегратор у меня так вот переинтегрировали обратно я впал в депрессию и вот в этом состоянии александр полстых я встретил просто и мысли и ты меня из него уже вытащил любил без грибов гипотерапии да все и потом вот в результате вот этой неправильной путь на самом-то деле целый путь я вот тоже знаешь в моей жизни грибов не было но для того чтобы прийти вот к той жизни в которой я сейчас живу это был целый огромный путь проб ошибок да куча людей вот неполученных результатов иллюзий все тому подобное да кстати кому будет интересно чтобы мы рассказали да что такое конкретные результаты как понять что вы их получаете обязательно пишите в комментариях мы в тему распроем ну да вот если вот говорить о конкретных результат я же у тебя смотри я вот к александр пришел сначала я ну я сразу понял где-то мне когда она это рассказала про тебя через гипно-коучинге в течение трех минут понял что ты день сразу до мне дошло потому что то что ты говорил это диагностики я уже ее разрабатывал я уже я не понять не мог почему блять не я как-то не системно подхожу я полить создавал систему блять я не могу понять пытался разобраться и у меня я уже к этому как-то подходил пытался умол своим ну не получилось не успел я так совпало что ты думал над этом вопросе я постоянно его разрабатывал потому что ну давай клиентам они приходят с разными запросами длить одну убираешь другую как-то уходит какой-то сумбур блять не можешь понять куда идти откаты какие-то ты вообще блять как в темноте просто какая-то у меня по диагностике ты можешь посмотреть реально это откат и она мне говорит про диагностику а я уже пишу людям там за про я писал все эти ситуации описывал что вы чувствуете сдавал и она мне говорит что я хочу сделать что это касс уже есть быть это мунике россия нахер не верить изобретать я нам за пять минут понял все я пойду учиться вот получается я смотрю я у тебя отучился на гипнотерапевта раз потом я прошел сразу кинотерапию 2 и 3 продукты эти купил купил не даром чисто лично дадим на этот колчинг как и вот мы ты меня довел до душки каковым вот это результат в этот результат как-то это делала табличке измерения сколько заявок четкая такая работа нам моет в 17 умпер там вот так очень король внедрение новых наука внедрение новых навыков касаяна как именно бизнес наука внедрение невикой делегированием Внедрение навыков продаж, внедрение навыков диагностирования, аналитику. Благодаря тому, что я конкретно четко знаю, как давать результат, то есть что такое результат, что это. Очень многие люди думают, что они получили результат, а результата там вообще не было. Это вот 95% случаев, если ты думаешь, что ты получил результат, если подразобраться, там его нет. А я тебе скажу, знаешь, что результаты называют? Многие, вот есть шаманы у нас, они говорят, знаешь, я даже не помню их имена, но в шезотерике. Вы приходите ко мне за состоянием, осознанность, дыхание. А что такое результат? Это, блядь, гугл-таблица, в которой, блядь, цифры, которые должны постоянно, блядь, увеличиваться. Да. Не о каком осознании, дыхании, блядь. Либо увеличиваются, либо появляются какие-то новые пункты. Да, вот эта вот шезотерика, и вот есть шаманы, которые продают эту хуйню. Вы же чувствуете, вы чувствовали себя до меня так, а сейчас чувствуете так. Черт, и без деньги не дам. Ну, это результат. Я, кстати, тоже впарывался. Только не с шаманами впарывался, а с этими, с тренингами личностного роста. Там, когда там все надышатся матками всякими, подышат холотропа, там, побьют всякие, там, поорут обиды, там, пожгут листики вот эти вот никчемные. Вот. И такое состояние становится крутое. Через две недели тебе как будто в шапку нассали и я делен на тебя ее. Вот. И ты ходишь, так и думаешь, блин, так было классно там. А ты знаешь, потом скажешь, ты сам виноват. Да, там, да, там всегда говорят, что ты ушел в пути, ты неправильно делал, ты там ответственность на себя не берешь, или еще какая-нибудь хрень, да? То есть, вот это все происходит. То есть, есть некоторые манипуляции, которые, проводясь под сознанием, ты можешь временно, как с помощью микродозы, отстегивать грибы. И тут получается такая штука, что тебе отстегнули какие-то твои травмы и страхи, ты кайфуешь, ты в состоянии потока. В этом состоянии потока ты начинаешь видеть свою жизнь, начинаешь видеть и понимать ее. И начинаешь какие-то новые действия совершать, ну, по-новому жить начинаешь. И ты начал по-новому жить. Две недели. Две недели ты пожил по-новому, и потом все эти страхи, и весь этот дискомфорт вернулся обратно. Но ты, то есть, ты начинаешь уже действовать так, как действовал до этих двух недель, но смотришь на глазами человека, который видел эту жизнь по-другому, и все, и пиздец. Ну да. И депрессия. Классно все. Я потерял все. Да. У меня так случилось. Вот это такая краткое описание. После интеграции, когда недоинтеграция неправильная, у меня так все перло хорошо на потоке, и когда неправильная интеграция, я там еще не перепадал неправильно, прожив вот эту прекрасную жизнь, я же чувствовал себя в другом измерении, а травмы не были убраны. Знаешь, почему не были травмы убраны? А потому что я был на микродозе, на средней дозе, постоянно был вышедший из трипи, я как наркоман просто был в таком потоке. Ну, как только грибочки закончились через две недели, а травмы-то не убраны. Да, да. Я, блядь, чувствую себя, блядь, что я потерял вообще все, блядь, я надо закрывать канал, блядь, я ни хера не могу писать ролики, меня, блядь, трясет перед камерой, еще там грибов не было зимой, блядь, и я, блядь, по неу, блядь. Единственное, что меня мотивировало, это, короче, как было, у меня там лежит три тысячи рублей, да, на карту. Я такой думаю, блядь, на хуй ролик писать? Сегодня еще в ресторан схожу, и деньги есть. И когда уже встал, там пятьсот рублей. Три тысячи, то есть три тысячи, а остаток три тысячи. Я еще, я не переживал, ты не переживал. Нет, я думаю, еще два раза смогу сходить, покушать нормально. И когда вот уже пятьсот рублей надо идти в кабак, я такой, так, блядь, нужны деньги. Ставишь камеру, адреналинку ярит, так, короче, ребята, блядь, слушайте меня. Я хочу жрать, я хочу жрать, да, сам гипнотерапия вас спасет. Короче, провел какой-то видос, там заявка упала, взял двух клиентов, заработал там сто пятьдесят тысяч. Все, нормально. Сериалы, блядь, да нахер эти видосы, блядь. Мы делаем выводы такие, что, первое, грибы не имеют системы, второе, что, да, действительно, они могут что-то проработать, третье, в целом, можно и не идти в грибы. А можно и идти в грибы. Но лучше идти. Но лучше идти. Но мне лучше не идти. Нет, тебе лучше не идти? Ну, грибы, они, понимаешь, они масштабно сдают очень крутую. Ну, да, там, они раскрывают, я, знаешь, я, я, я когда-то, я когда-то пробовал ЛСД, и я помню, что я смотрел на этот мир совершенно по-другому. То есть, вот, я, вот, не можешь больше видеть вещи, вещи такими, которые... Да, они показывают, они просто, знаешь, там, вот, я бы как сказал, если ты трепуешь и увидел прекрасную вселенную огромную, видел эту красоту, ну, если ты, так сказать, не дотреповался, не дотреповался, ты возвращаешься из того мира в свое состояние психотравмы, и это депрессия, сразу же. Ну, херово тебе становится. Не сразу, а через две недели. Ну, вот теперь это людям понятно, что, да, что, что такое их откаты. Да, это просто непроработанность, недотрепованность. А это, по сути, даже не откат, это, ну, то есть, ты сделал что-то, что твое состояние... Ушел в плюс, а потом вернулся в плюс. Да, все, это не был даже откат, это, ну, как бы, естественный процесс. Причем, самое интересное, ты возвращаешься не обратно, ты возвращаешься выше, лучше ты, более проработанный. Но, сравнивая с этим пиковым состоянием Будды, ты понимаешь, что ты, блядь, червь какой-то, и хочешь где-то сидеть, тебе нужно опять есть грибы, или прорабатываться, дотреповываться. Не, там, смотри, есть технологии, когда тебя так дотреповывают, что убирают глубоко, это четырехдневные погружения. Бывают такие клиенты, с которыми невозможно работать без грибов. У меня попадалось пару человек, которые... Плановые, кстати, ребят, у меня плановые такие были. Плановые, но кто траву колет. Да, 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 то есть, есть вот некоторые... Наргоманы бывших, кстати. И с которыми можно только с грибом работать, без гриба ты ничего не сделаешь. Ну смотри, вот если порой резюмировать, так, да, чтобы тебе прям четко понятно было. Вот как есть гипнотерапевты, которые не могут нормально проработать и дать результат. Вот ты можешь в гипнотерапии процентов 90, что результаты люди не получают даже гипнотерапии. Гипнотерапию, мы говорим, это круто. Так люди не получают, потому что не те методы, не те специалисты сами не проработаны. То есть, как ты не получишь гипнотерапию результат, так же ты можешь не получить результат на грибах. Потому что там очень многое зависит от твоего профессионализма. Насколько я понял, вообще нельзя никогда ничего делать без проводников. Даже не в том плане, что ты не получишь результатов. Нет. Все разрушит жизнь, да? Да, нет, я про то, что это может либо каким-то пиздецом закончиться, либо фиаско, да? Убил маму человека. Да, это позже мы можем рассказать. Вот, нужно, чтобы тебя сопровождали. Идеально будет как? Пройти, убрать психотравму, гипнотерапию легко. Потом пойти к проводникам и до уже... Просто, понимаешь, есть психотравмы, ситуации, которые гипнотерапия не достигает. Угу. То есть, есть очень глубокие слои, и ты в регрессиях туда не попадешь. И вот эти слои, там, блин, уже наноуровень какой-то. Я попадал в эти состояния. То есть, гипнотерапию никогда туда не погрузишься. И гипнотерапия, ты знаешь, она убирает... Вот, если возьмем океан, да? Гипнотерапия, вот светит солнышко, да? И там 100 метров воды светлой. Ты там доберешься гипнозом. Ты там все вопросы решишь. Там уберешь акул. Но есть глубины, там, Марианская впадина, куда они... Никогда ты в регрессию не попадешь. Грибы, они туда идут. Просто некоторые люди ныряют сразу в глубину, не убирая вот эти верхние слои. Все, давайте тогда на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал Александра Степанова. Здесь все о грибах, гипнотерапии. И мы напишем видео о результатах. Всем пока.